Добро пожаловать в нашу программу! Добро пожаловать в нашу программу! Недоуменными взглядами. Да, есть еще люди, для которых закон не писан. Перекресток улиц Карла Маркса и Гончарова. На светофоре загорается красный. Владелец регистратора останавливается. А вот автобус, уже выехавший за стоп-линию, заканчивает маневр. Под шумок на красный за ним проскакивает и водитель «Лады». Молодцы, успели. Не отстает и водитель маршрутки. Он поворачивает налево и с правого ряда. Что ему до безопасности пассажиров? Их дело оплатить проезд и ехать молча. Вот и приехали все дружно прямиком в нашу рубрику «АвтоХам». Сотрудники управления ГИБДД ежедневно мониторят средства массовой информации, в том числе и сети интернет. В частности, ГИБДД довольно плотно сотрудничает с группой «ВКонтакте АвтоХам». В данную группу многие граждане и горожане направляют информацию, которую записали на телефоны, с регистраторов, где они явились очевидцами нарушения правил дорожного движения. Если брать статистику, за 6 месяцев текущего года через группу «АвтоХам» уже получено 406 информаций. По 196 с ним водители привлечены к административной ответственности. Кроме этого, граждане могут сообщить о нарушении правил дорожного движения, позвонив в дежурную часть управления ГИБДД. Кроме этого, они могут обратиться через официальный сайт гибдд.ру или мвд.ру, оставить официальное заявление с приложением фото-видеоматериалов, где они видели, то есть указать место, время, дату, чего они явились очевидцами. И снова грубое нарушение на перекрестке. Угол Соловьева и Репина. Горит красный. Владелец «Субару» в правом ряду вдруг решил повернуть налево. Один плюс, что не забыл включить указатель поворота. Не дожидаясь зеленого, он лихо проскакивает в перекресток. С машиной все в порядке, а вот со знанием правил дорожного движения у ее владельца явные проблемы. И снова перекресток. Машины стартуют на зеленый. Вроде бы все нормально. Только вот владелец «Шевроле», недавний выпускник автошколы, видимо, учился из рук вон плохо. При повороте налево он должен пропустить встречный автомобиль. Вместо этого, игнорируя помеху справа, он спокойно совершает свой маневр. Спас водитель встречной легковушки. Вовремя притормозил. В общем, двойка за обучение и снова в автошколу. Лучше всего с родителями. Если вы за рулем и вам не все равно, что происходит на наших дорогах, то снимая на регистратор или телефон те или иные случаи хамства и пренебрежения правилами дорожного движения, вы можете выкладывать их со своими комментариями в социальные сети ВКонтакте, в группе «Автохам». А мы расскажем о них в нашей программе. На сегодня это все. Доброго всем пути и удачи на дорогах.